Тамплиер от слова тампль, что означает храм. Они хотели восстановить Соломонограм. Сейчас мы об этом скажем по подробности. Теперь, что с ними случилось на их славном пути? Они встретились в Константинополе, тогда в самом крупном городе мира. В огромном городе жило полтора миллиона народа. Для сравнения, в Лондоне жило 20 тысяч, он считался большим городом, а тут полтора миллиона. Это гигантская абсолютно агломерация городская, и Константинополь их ошеломил. Они приехали туда, и там каким-то образом встретились они с евреями-каббалистами. Вот непонятно, как они их нашли. Вот до сих пор это тайно. Мне кажется, что это не могло не быть без благословения и даже неких писем со стороны Бернара Нарвовского. Бернар был человек же во всем необычный. Тогда к евреям общее отношение было очень недоброжелательным, а Бернар к евреям относился уважительно. Он лично останавливал погромы. Это неслыханно их в то время на момент. Он выходил с крестом к толпе, озверел их погромщик, они останавливались. Он не евреям на еврите, но он никогда не стеснялся признавать, что он ходил слушать в синагоге еврейские проповеди. И когда его в этом думали упрекать, он говорит, да, а чего? Мудрость без вопросов. Мудрость настолько ценна, что ее можно выковырять из любого источника. Вот если бы вы в сточной канаве увидели бы жемчужину, неужели бы не полезли? Ну, значит, вот такие у него были аргументы, да? И он не боялся в этом смысле никаких там неупреков, что он сионистский агент, шпион Моссада и все прочее. А вот он относился с уважением. Я думаю, представители общин, которых он спасал, возможно, и рассказали ему о короле, дали ему какие-то наводки, обрисы. Явки и пароли. Да, потому что иначе трудно себе представить, как бы рыцарь в Константинополе евреев нашли. Они понравились друг другу. Они быстро поняли, что все, что они слышали друг от друга, это полная фигня. Это стереотипы. И их объединила очень интересная идея. Тоже не знаю, кто не вернаге приложил к этому руку. А может быть, эта идея родилась как-то сама по себе. И мы не узнаем ее автора. Идея была восстановить Соломонов храм. Отсюда и храмовники приехали, это храмовники. Храм лежал, еврейский храм, иудейский, разрушенным, естественно. Но это евреи хотели его восстановить. А при чем тут рыцарь? Почему рыцари назвали себя храмовниками? И какое им дело до храма? Почему они вдруг решили его восстанавливать? Вот это потрясающий вопрос. Почему евреи объединились с христианскими рыцарями? Которые, в общем-то, в основном были настроены крайне антиеврейски. Почему они с ними объединились для такого святого дела? Значит, наверное, мы еще не все об этом знаем. Но то, что мы знаем, позволяет говорить, что произошел редчайший случай в истории культуры. Встреча двух цивилизационных элит. И причем встреча такая комплементарная. При том, что массы, конечно, продолжали ненавидеть и презирать. И общая пропаганда была самая ненавистная, что и с другой стороны. Но представители элиты познакомились. И вот идея восстановить храм очень их грела. Они хотели восстановить храм мудрости. Но какой? Новый. Храм Соломона, как храм обновленной премудрости, новой благодати и нового человека. Офигенная задача. И вот тут виден Бернард. Я думаю, что Бернард в поисках своей идеи нового человека, сейчас я ее изложу, легко мог прибегать и к помощи каббалистов. Поскольку это был человек, для которого не было ограничений умственных. Он был настолько велик, как всякий гений, что он преодолевал любые умственные перегородки, любые границы, которые, казалось бы, религия ему ставила. Но потому он и был тем, кем он был. Один из немногих людей в католической церкви при жизни признанной святыми. Бернард мечтал вывести новую породу людей. И он сказал, Тамплиер – это ведь новая порода людей, ведь это же неслыханно. Впервые в жизни христианский монах берет в руки оружие. Впервые воин осеняет себя крестом до такой степени, что идет в монахи. Значит, эти люди способны на любые подвиги. А знаете, что должно быть в идеале? От них должно быть потомство без всяких женщин. Наробкие возражения, что без бабы, ну как-то сложно. В смысле, так-то прожить еще ладно, но потомство точно не получится. Он сказал, что для Бога есть ли что трудное. И он искренне верил, что от них пойдет новая порода людей. Реально новая порода. Что как-то они будут, я уже не знаю, как он представлял себе физически. Но во всяком случае, он совершенно серьезно размышлял над тем, что эта новая порода возникнет, а все остальные повымрут. Но о них не надо жалеть. И бород человеческий столь гнусен и порочен, что его нет смысла продолжать. А его была любимая фраза, малое стадо спасется. Вот это малое стадо, это те, кто готовы за Бога умереть. Ну не выложу тогда шастающие, правда? Проститутки с ворами, которые все понятия не имеют о том, что такое подвиг Господь. И не рыцарь и грабитель, и не продажное духовенство. А вы хотите сказать аристократы лучше? Посмотрите на вашего короля, идиот, импотент и дебил. Ну про женщин я вообще не говорю. Это по упущениям Божьим, такие существа могли появиться на свет. Но, средоточие лучшего, квинтэссенция, как говорили в Средневековье, монашество и воинство, они соединятся вместе и каким-то образом должны вот это самое свое потомство продолжить. А как физически не спрашивайте меня, про непророчное зачатие, что же говорили, что невозможно? А мы же знаем, что возможно. Для них это возможно. Для верующих. Вот такая была цепь его рассуждений. Когда он, я думаю, над этим задумывался, не исключено, что он, ну он же как человек умный, не мог не понимать, что это сложно. То не исключено, что ему говорили, а вы знаете, там вот у евреев есть там где-нибудь учитель кабалы, вот вам бы к нему прийти он нам что-нибудь по этому поводу расскажет. Не исключено, что он ходил. Мы точно знаем на правду, что он принимал депутации еврейских общин. В основном, вроде бы, это были просьбы, типа, ступите за нас, чтобы нас не тронули рыцарские банды или там какие-то крестоносные отряды. Но мы же не знаем точно, о чем там он говорил. С кем он говорил, кто с ним встречался. Это уже навсегда от нас скрыто. Допускаю, вполне, что он встречался с кабалистами и в Европе. Которые, конечно, тогда там жили. И было немного, но не были. И вот так-то эта встреча и произошла. И она полностью изменила судьбу Европы. Вот без преувеличения. Да, Саша? Пару, начальник вопрос. По вашей информации, когда это случилось? Какой источник? Случилось это после 1100... После какого похода? Это случилось во время второго и после второго. То есть, это 1190-е, начало 1200-х годов. Источники здесь из нескольких, так сказать, типов состоят. Об этом писали рыцарские историки. Есть об этом намерки у Бернара. Историки тамплиевства и вообще историки военно-рыцарских орденов из западноевропейской церкви. Тоже писали об этом достаточно много. И, наконец, об этом писали и сами каббалисты. Потом об этом стали писать масоны, поскольку, как мы увидим, через... Ну, совсем скоро... Ну, скоро. От тамплиеров там масоны и произошли. И масоны об этом писали во множестве. Далеко не все источники, и еврейские, и христианские, и потом масонские, далеко не все заслуживают стопроцентного и полного доверия. Но в целом, как-то, какую-то картину, пусть не полную мозаику, не полный пазл, но картину как-то можно сложить. Но вот что мы видим? Мы не знаем всех подоплек. Ну, вот, смотрите, тут важно, чтобы вся картина была нам ясна. Мы видим следствие, но мы не понимаем всех причин, которые туда, к нему, к следствию вели. Мы не понимаем, как картина в целом складывалась. Что мы видим? Что тамплиеры, после определенного момента, а именно после посещения Константинополя, начинают не только усиливаться в военной области, что еще как-то можно объяснить, но начинают неслыханно богатеть, начинают очень усиливаться. И в том числе у них появляются навыки и знания, которые, ну, просто не могли не получить ни от кого, кроме как от, либо от арабов, ну, это было исключено, аж были злейшие враги, либо от евреев. Причем даже тоже далеко не от всех, не от водоноса и не от раввина, а именно от тех, кто был тогда ученой элитой, а тогда такими были, разумеется, кабаристы. Я, по-моему, рассказывал об этом, если нет, скажу вам вкратце. Говорят вот эти самые источники, на которые я опираюсь, что три главных секрета открыли кабаристы тамплиеры. Первый секрет был, как пройти пустыню. Как пройти пустыню, кипятить воду. Сейчас для нас это такая фигня и общее место, а тогда это было полное открытие. То есть это на самом деле был мировоззренческий переворот. Потому что люди были абсолютно убеждены, что все на свете болезни вызываются дьяволами, демонами, бесами. Значит, надо служить молебен, окунуть там крест, да, пройти с хорубью или с иконой вокруг котелка с водой. А тут, оказывается, все еще не нужно, нужно просто вскипятить. И перестанешь помирать от тифрой дезинферии. То, что для нас сейчас вещь абсолютно само собой разумеющаяся, тогда воспринималось как колоссальное абсолютно открытие. Колоссальное. Тамплиеры перестали помирать от дезинферии Тифа и впервые услышали в свой адрес упрек, который в конце концов их погубил. Упрек в чем? В пилке тела. Конечно, что им помогает делать. Второй секрет был, как выхаживать раненых. Это спирт, который европейцы не знали, а изобрели арабы в городе Аль-Коголь. И употребляли именно не вовнутрь, а как бактерицидное средство. И в жаре, когда, так сказать, любая рана тут же нагнаялась, спирт очень тамплиерам помог. У них выживаемость была в разы выше, чем у их друзей, коллег, рейцарей и чем у их врагов арабов. И, наконец, третье – это деньги. Потому что без денег долго не навоюешь. Секрет богатства. Ну, богатство и секрет вы тоже в основном знаете. Это, главным образом, чек. То есть без перемещения материальных ценностей, а перевод денег в виртуальную плоскость. Это огромная, колоссальная идея, благодаря которой тамплиеры стали обогатеть бешено. Ничем другим. Успехи тамплиеров в выживаемости, в переходах через пустыню, особенно в их сказочном, как из-под земли взявшемся богатстве, объяснить нельзя. Между тем, это все факт. Такие дела. Они сумели так поставить финансовое дело в Европе, что они просто создали финансовый рынок Европы как таковой, с нуля. Откуда у рыцарей такие навыки? Это было интернациональное братство, ну, как и положено в Европе. Большинство, я думаю, процентов 70 составляли французы, процентов 15 немцы, процентов 15 все остальные. Потом процент французов стал падать за счет испанцев, португальцев и англичан. Но французы всегда составляли не менее 50 процентов. И великими магистрами всегда по традиции были только французы. Вот это железно соблюдалось. Такие-то дела. Поэтому перестав возить ценности в виде каравана верблюдов и ослов, а перевозя ценности в виде чека и в виде бумаги. Но потрясающе, рыцари, они что-нибудь понимали в бабле, среди рыцарей главная была легенда, что рыцарь не знает, какие сейчас монеты в ходу. Вот такой рыцарь. В те времена не было. Нет, конечно. Банки возникли, в Италии, слово банко означает скамейка, на которой сидят и меняют бабло. Да. Это были менялы, но меняло было еврейское ремесло. И у евреев были деньги, да, безусловно. Но, конечно, они не могли рассчитывать на то, что у них будет доминирующая ситуация на европейском рынке финансовом. Потому что сами евреи были гонимы меньшинством. И хоть сколько бы у них бабок не было, они бы не пробились. Благодаря тамплиерам произошло такое сращивание. Поэтому вот как объяснить, что у тамплиеров рыцарей? Вдруг такая схватка финансовая. Вдруг четкое понимание, какие финансовые инструменты применять. Для них богатство, для первых тамплиеров, было только средством. И никогда не целью. У них не было цели накопить бабло. Я думаю, у евреев-каббалистов тоже такая была цель. Но потом, с неизбежностью дело расширялось. Они приобретали все большие активы. И на святой земле, в виде замка вы видели. И в Европе земли, виноградники, поля, церкви, часовни, порты, корабли, мельницы, угодья. И все это требовало присмотра. Стали... Туда потягивают люди, заинтересованные. Конечно. Заинтересованные уже только в этом. Только в этом. Для которых мотивация духовная была уже абсолютно ничтожной. Абсолютно ничтожной. Стали брать людей, которых раньше не взяли в конюхи. Но надо же за хозяйством следить, стали брать. Кроме того, цвет тамплиерского воинства на святой земле погиб. Кто остался? Остались те кто в тылу. Такие-то дела. Поэтому самая доблестная часть, для которых действительно деньги были не важны, они погибли. И когда тамплиеры отступили со святой земли, казалось, что орден колоссально разросся. Стал очень богат. Но качественный состав его исключительно ухудшился. Появились поговорки «пьет, как тамплиер». А Пернар помер. Да, он недолго прожил после похода и через 7 лет помер. Это его свело в могилу. У них же все-таки церковный орден, соответственно, у них есть папы. Нет, у них нет папы. У них был великий магистр. Но он подчинялся папе? Формально да. Но до того момента, пока у него не стало бабок больше, чем у папы. А это же такое дело. А почему в Ватикане? Тогда был не тот Ватикан, а был 13 век. И Ватикан еще не накопил тех всех огромных богатств, которые накопил сейчас. Тогда, кроме того, к папам плохо относились. Папы уезжали из Рима в Авеньон. Было так называемое вендионское преднение пап. Папы были тогда не таким мощным институтом, как они сейчас являются. Налог платили? Тамплиеры сдавали деньги, сдавали недвижимость в аренду и получали со всех налоги. А сами десятину не платили. Кроме того, банковские операции, залоговые операции и все прочее. Они были кредиторами королей. Ну, это открывало возможности. То есть это тамплиерская корпорация? Да, это была настоящая корпорация уже, тут без дураков. Настоящая корпорация. Причем, что надо констатировать? Все меньше людей духовных, способных пролить кровь на поле сражения, все больше людей конторских, банкирских и, ну, понятных вам по духу. Тамплиера возглавлял Великий Магистр, дальше шли командоры. Командоры – это глава крупного подразделения, ну, вроде провинции. За командорами шли приоры, после приоров шли офицеры и за ними сержанты. И дальше уже шли, на этом кончалось рыцарство. Дальше начиналась прислуга. Они сидели территориально по всей Европе. В Иерусалиме, на горе Сион. Откуда потом в Швейцарии приорат Сион? Французский король Филипп Красивый и его канцлер Гильон де на горе. Подумали, ну, нихрена, у нас государство в государстве. Тамплиеры богаче папы, что говорит про нас. Тогда он решил уложить лапу на тамплиеров. И он сплел целый заговор, ну, как он, он дал добро, сделал это все Гильон де на горе, это был гений-интригер. И Гильон разработал полицейскую операцию. Всех тамплиеров взяли в одну ночь. Во Франции, в Германии, в Италии и даже в Англии. Обалдеть! То есть была первая в Европе спланированная и великолепно проведенная полицейская операция. Но все равно всех не могли. Испанские уцелели, португальские, итальянские. Кроме того, кто-то из рыцарей был в командировке, в отъезде, в самоволке. И эти, конечно, остались. Но урон рыцарству тамплиерскому был нанесен ужасно. Кроме того, была взята штурмом крепость Тампль, то есть храм, твердыня тамплиеров в Париже, которые тогда были в главной резиденции, когда они перестали кочевать. И осели в Европу, они Париж, вы думаете, что французы, Париж выбрали, естественно, своей столицей. И все стали искать бабло. Первый вопрос, единственный, который они не сказали никакого ответа, был вопрос, где бабки. Они все говорили, деньги в капитуле. В управляющем органе монастыря, ордена. А в капитуле были только бумажки. Эти бумажки, они и были бабками. Но даже гений, где льем-то на горе, не мог до этого добереть. Эта идея настолько опережала свое время, что даже он не увидел в этих бумагах, в этих закладных, векселях, гарантийных письмах, чеках, во всем этом, да, потому что для нас сейчас вещь абсолютно очевидная, он не увидел в них денег. Он искал сокровищ, реально. Слитков, монет, украшения, жерель, дукатов. А что, не было? Отсюда сказка о таблиерских сокровищах, которые до сих пор распространяют брейн-даун, а доверчивый публику верит, а я к каждому обещаю купить инкрустированную лопату за свой счет. Идите, предесите. Их нету. Эти деньги были именно в виде таких виртуальных отеков. Где они потом всплыли? Мы прекрасно знаем. Мы знаем, где бабки тамплиеров. Они всплыли на двух окраинах христианского мира. В городе. В Шотландии и Швейцарии. Потому что тамплиеры, уцелевшие, узнав о диком разгроме, убежали туда. Почему? А попробуй возьми. Замок на горе. А замки они умели строить? Мы видели. И там-то они не окопались. В Швейцарии где? В Швейцарии... В Швейцарии знаете ли вы о том, что существует город под названием Сион? И там существовал Приорат, Сион. Вот откуда в Швейцарии Сион? Откуда у хлопца испанская грусть? Кроме того, такой вопрос. Откуда в Шотландии и в Швейцарии деньги? Это очень бедные страны. В Швейцарии хлеба не хватало до Рождества. Это не Франция и не Италия, которые сказочные богаты. А вдруг в Швейцарии такое бабло? Вот он ответ. Вот где деньги тамплиеров. То есть банковская система швейцарская, это конечно деньги тамплиеров, их навыки и их инструменты, их связи и все прочее. Но тамплиеры потерпели полное историческое поражение. Вот таким-то путем. Ну и после того, как тамплиеры скрылись на лесистых горных окраинах, они многое переосмыслены. Сели на свои сундуки и сказали, ребята, наше дело потерпело крах. И мы сами виноваты. Значит, нам надо все переиначить. И подобно тому, как великий Бернар переиначил многое, он по-другому посмотрел на крест и меч. Подобно тому, как каббалисты многое переосмыслили и рассказали это тамплиерам. Например, ну я сейчас это упустил, но в принципе мы еще в этом упомянем. Каббалисты рассказали тамплиерам совершенно иной взгляд на деньги и город. Что деньги не есть злоб. Деньги это благо. И город это не проклятие, это не блудница вавилонская. Городская цивилизация есть путь к свободе и к самореализации человека. А Библия, книга, на которую мы, естественно, опирались, эта книга посылает проклятие и деньгам, и городу. Это вы все знаете. Легче верблюдов огонь и ушко, чем богатого царствия небесные и все такое прочее. Ну и проклятие вавилону, городу. Значит, это тоже была революция. Тогда тамплиеры поняли, что теперь их черед переосмыслили. И они переосмыслили. И они сказали, мы воевали с мечом в руках, сейчас будем строить с мастерком и молотком. Мы строили, вернее, отвоевывали храм внешний, будем созидать храм внутренний. Строили в конкретном месте, на горе Сион, сейчас будем в душе у каждого брата. Акцент с внешнего на внутреннее, с материального на духовное. Ну а человек, который строит, как называется? Каменщик, а каменщик это масон. Так возникло масонство. Ну а урок, он многообразный, но интереснейшая страница европейской истории, тамплиеры и масоны, в том, каким образом потом это все передалось, и каким образом была сформирована потом европейская цивилизация. Они все, вот они-то как раз, были очень часто подпольными, и учли, учли уроки тамплиеров, и никогда каких-то вещей не показывали явно. Предпочитают действовать из-за кулич. Целенаправленно маскировались, скрывали многие вещи, которые, в общем-то, и скрывать не было смысла. То есть только бабосы в наследство? Нет, не только. Они оставили мечту великую, и они оставили некую духовность, и они оставили связи. Они оставили вещи гораздо более важные, чем бабки. Бабки, сколько бы их ни было, все равно потратятся. Хотя в данном случае бабки важны, потому что они переменили жизнь Европы. Но они оставили идею о том, что две цивилизации, европейская и еврейская, христианская и еврейская, они могут сосуществовать. Это формально было полное ненависть и неприятие. И они действительно сотрудничали. Масонская идеология переменила всю жизнь Европы. Но это очень любопытное явление масоны. И очень мировоззрение, в большой степени благодаря кабале, и много черт рыцарских, много черт ремесленных. Хотя я не думаю, что они реально работали на строительстве. Строительство, это надо было понимать, духовно, конечно. Масонские работы, это духовное таинство перерождения. Но вот это та сила, которая Европу полностью изменила. Благодаря чему небольшая, малонаселенная и бедная Европа вдруг в цивилизационном соревновании вырвалась вперед, победила огромный Исламский Восток, Великую Индию и громадный Китай. И стала первой колониальной империей. Почему не наоборот? Да, вот это именно благодаря масонской идеологии, которая сформировала и идеологию успеха, и то, что деньги есть вещь хорошая, и обусловила технологический научный рывок, и, собственно, сформировала ту цивилизацию, в рамках которой мы живем.